Поэтому на самом деле недовольство мы констатировали, но как они его реализуют? Вот когда был Пригожин, его поход 23-24 июня в прошлом году, вот тут мы видели, мы понимали, Пригожин реализовал посредством военного мятежа свои претензии, свои инвективы по отношению к высшей власти. Путину в конечном итоге, потому что разговоры о том, что он идет на марш справедливости, чтобы устранить Шойку Герасимову, ну это так. Безусловно, это имело политическое выражение, и это выступление было фактически против политики Путина. Тут мы это видели, тут мы это увидели, а значит, как это сделает элита? Ну, она, по идее, должна задушить, я не знаю, шнурком Путина, или отравить его. Ну, какой способ изменения? Все сконцентрировалось на одном человеке. Если вы убираете Путина, никакой войны больше нет. Ну, что очевидно, потому что она больше никому не нужна. А кто ее является протагонистом? Они остаются на своих клетках, выбирают из себя более умеренного перца, который наладит диалог с Западом, смягчит санкции, как-то договорится с разного рода посредниками с Украиной. Вот такой нужен. Ну, я не знаю, кто это может быть. Кто угодно. Мишусин какой. Да любой будет. Даже самый дебил Медведев. И то, это лучше для них, чем... Смотрите, это лучше, потому что он слабый. Слабый, как кишка, понимаете? Так сказать, с полипами. Поэтому, на самом деле, Медведев ли, не Медведев... Я сейчас говорю о том, что не имеет значения, кто будет. Лишь бы не Путин. А вот тут нам ничего не говорят, ни глава разведок, и мы до конца не понимаем. А как они это реализуют? Что они сделают? Ну, как? И вот тут понимания нет. И действительно, Путин очень озабочен своей безопасностью. Он понимает эти риски. Вот нельзя сказать, что Путин их не понимает. А что он на бронепоездах ездит? На самолетах летает только выборочно? Охрану... Она постоянно увеличивается. Вы понимаете? Они в регионах создают отделения ФСО, которые сопровождают, будь то, если он летит на самолете, диспетчерские, вот, как известно, значит, резиденты его охраняют, которые периодически горят, тем не менее. Ну, понятно, что дроны, украинские диверсанты это все посылают. Ну, то есть, это говорит о чем? О том, что Путин сознает риски и угрозы, которые могут возникать в связи с его политикой, понимаете? И это означает, что для того, чтобы конвертировать это недовольство в конкретные действия, элите надо проявить волю. А мы видим только ее безволие, понимаете? И больше ничего. Хорошо. Вот вы сказали о преемнике. Западные СМИ сейчас начали писать о новом преемнике в виде Кириенко вдруг. Кириенко, который сейчас руководит пропагандистской русской машиной. Вы хорошо его знаете? Я его не знаю. Я его видел на нескольких мероприятиях в конце 90-начале 2000-х, когда сам должен был баллотироваться от СПС в Государственную Думу. Близко никогда не был знаком. С окружением я к Кириенко поддерживал отношения в то время, когда он был еще молодым, подающим надежды либералом-реформатором. Он и тогда мне выглядел совершеннейшим каким-то шизиком. Хотя другие его оценили по-другому. Там была такая сложная история. Он действительно, я считаю, занимался энтологией. Ему близок был Ротари Круглуп такой. Он из Нижнего Новгорода. Там группы такие были из Тольятти, молодых предпринимателей, которые вокруг него кружились, бывших комсомольцев. Он же, по-моему, был вторым, или, боюсь, соврать, первым секретарем Горьковского горкома в ЛКСМ. Очень специфическая натура. Все время изображал, что он занимается восточным единоборством. Кэнда и так далее. На самом деле я не считаю его большим гением. Он ставленник сейчас Ковальчуков. Когда-то, конечно, его продвигал Немцов, сделал премьер-министром. Ну, там сложная комбинация была в конце 90-х. Киндер-сюрпризом их называли. А сейчас что? Ну, он обычный коррупционер. В Росатоме он работал с Ковальчуками. Также они его и передвинули. Юрий Ковальчук на место, на позицию первого заместителя главы администрации президента по внутренней политике. Для Путина он очень успешный, в этом смысле чиновник. Но не орелок, понимаете? Не орелок. А что это за история с саентологией? Это о чем? Это известная история. Он отрицал это всегда. Но многие знали о том, что он увлекался саентологией. Саентологи, которые приезжали в Москву, с ним общались, встречались. Сейчас, мне кажется, он это как-то так закамуфлировал. Ну, типа он верит в обожествление науки, всяких знаний. Сын у него, как вы знаете, ВК, по-моему, возглавляет, да? В ВКонтакте. Там сложный рисунок, там передали Ковальчукам это. Усманов, по-моему, сбросил с себя актив. Насколько я понимаю, весь медиа актив. Поэтому сейчас же Кириенко – идеолог закрытия Ютуба в России и всех остальных соцсетей. Вы знаете, нет однозначной информации, потому что... А что? Ну, закроют они. Они же ВК и в Рутюбе даже не создали альтернативу. Там, по-моему, гораздо сложнее игра идет. Я не могу судить твердо. Я видел документы совещания, их публиковали. Это не то, что мне кто-то принес. В интернете совещания, которые проводились в Вайна, главой администрации президента по закрытию Ютуба, они все опубликованы. Если кто захочет, в интернете найдет. Там и Кудрин принимал участие, будучи представителем Совета Директоров или наблюдательного Совета Коммун. В Яндексе-то он числится на какой-то должности. Общественно, какой-то совет наблюдательный. Значит, я не думаю, что вот так линейно решается вопрос. Они как бы играют с Ютубом. Есть общая позиция силовых ведомств, что нам Ютуб не нужен. Это точно, абсолютно. А администрация президента, она то так, то и эдак себя ведет. Иногда они, кстати, и говорили, что не надо с этим торопиться, надо повременить. В конце концов, Ютуб нам не опасен. Они не могут в такой решающей степени воздействовать на население. Мы все равно проводим выборы, как хотим. Кстати, он был ответственный за проведение выборов президента. Но, опять же, я всегда говорю, вот говорят, ой, он, блин, так талантливый, 87% написал Путину. Так погодите, а в концлагере очень удобно стоять на раздаче пайки, понимаете? Ты в нормальных выборах поучаствуй. Ты в дебатах поучаствуй. Ты на законных основаниях хоть раз покажите свои таланты. Понимаете? Поэтому вот эти разговоры про гениальных управленцев талантливых, каких-то пропагандистов-организаторов, организаторов внутренней политики в России. Ну, конечно, что бы не организовать под пистолетом-то? При Сталине очень было удобно быть эффективным менеджером. А что, если не так, что, он расстрелял в Бутовский полигон, раз, и выстрелил в голову. Так а что не быть эффективным-то? И под этим пистолетом все производилось. Хоть не прогресс, хоть, извините, самолеты строились. Хоть война выигрывалась. Поэтому я как бы с других точек зрения оцениваю. Для меня Кириенки, Медведевы, там, все остальные, они не являются никакими эффективными. Их эффективность не доказана свободной конкуренцией. Их эффективность доказана в этом тоталитарном государстве. Поэтому я не верю в сменничество Кириенко Путина. Для этого нету таких предпосылок. Даже если Ковальчук, Юрий Ковальчук, имеет виды какие-то на этот счет. Это не учитывает наличие силовых ведомств в этой конструкции. ПСБ и всех остальных, которые вряд ли такую кандидатуру согласуют. А вот кто такие эти братья Ковальчуки возле Путина? Потому что, судя по всему, их власть все больше и больше растет. И близость к Путину все больше и больше растет. Что это за люди для него? Ну, это выходцы из Питера, которыми он знаком еще с начала 90-х. Кооператив «Озеро». Ну, Михаил Ковальчук тот по фазе едет. Он там возглавляет Курчатский институт атомный. Типа изображает из себя ученого верить в рептилоидов, чтобы вы понимали. Кого? Ну, рептилоиды, на Биру там летать и так далее. Он из этой категории. Да ладно? Да, да, да. Что вы, что вы? РЕН-ТВ, которая принадлежит его брату Юрию Ковальчуку, Ньюс Медиа, вот она пробавляется самым главным. Это рассказами о каких-то инопланетянах и плоской Земле. Так что там все непросто. Про это достаточно информации, она вся публичная. Я видела, что Ковальчук поставил задание найти эти таблетки для вечной жизни, или что они там сейчас хотят. Вот это я видела. Ну, так они их и ищут. Ну, я думаю, что Юр-то похитрее. Этот, наверное, может и верит. Я не знаю, не проверял, не разговаривал, не могу достоверно свидетельствовать. А это деньги на этом зарабатывают. Они давно, она еще в Сколково, они в этом участвуют. Ну, там больше Дерипаска роли. Распили. Дело в том, что Юрий Ковальчук финансирует дочь Путина, Воронцову, которая вот занимается типа биометрией, как там, биохим, там, я не помню, какое-то подразделение в Ленинградской области, они институт целый создали. И она занимается этими биотехнологиями, которые по продлению жизни. Ну, я думаю, что, скорее всего, там они достаточно прозаично все, они пытаются приглашать западных специалистов для того, чтобы, ну, ускорить вопрос выращивания, клонирования органов, да, там, сердце, почки, печень, вот такое. Я думаю, что они, скорее, на это вкладываются. Это не какие-то фантастические... А Путину нужен какой-то орган? Во-первых, органы нужны всем запасными. Раз. Ну, не только половые, если я об этом кто-то подумал. Я вообще не успела. А я не о вас, я о гипотетическом зрителе. А вот, нужны и почки, и сердце. Они же изнашиваются. Пусть на восьмом десятке. Но логика здесь есть. Логика здесь есть. И эти операции, они, скажем так, пока в экспериментальном виде, но они пока приносят первые результаты. Действительно, какие-то клетки ткани уже выращиваются во всем. Ну, там есть какие-то проблемы, они ускоренно решаются. На Западе, я вот здесь, в Калифорнии, нахожусь, здесь много таких исследовательских групп, очень мощных. И сосредотачиваются они именно на этом. На том, что реально можно увеличить жизнь, отодвинуть активное старение внутренних органов на 10, 15, а то и 20 лет. То есть, условно, если для человека, не страдающего серьезными заболеваниями, серьезными, я подчеркиваю, неизлечимыми заболеваниями, срок жизни, это по меньшей мере 80 лет, 80 лет он доживает сносно. Ну, как Байден. То есть, тебе поставить новое сердце, новые мозги сложно. Я, кстати, сейчас поинтересовался. Оказывается, а вы знаете, не так все просто. Оказывается, можно выращивать клетки мозга. Вот если, знаете, солдаты здесь в Америке, тех, кто пострадали, ну, снаряд или чего-то, осколок, там, знаете, треть мозга отлетает вместе с черепной коробкой. И уже исследования есть, восстанавливает. Можно восстанавливать. Если не весь мозг поврежден, то вот недостающую часть, можно наращиванием клеток, уже такие исследования вовсю идут. То есть, оказывается, не весь мозг можно заменить, а часть мозга можно заменить. И восстановить нейронные связи внутри этих новых клеток. Так что тут не все так однозначно. И поэтому, да, ковальчуки в это вкладываются. Ну, а цель какая? Так это же декларируется, чтобы Путину продлить жизнь, вот и все. На лишних 20 лет, например, на 15, на 10. Понятно. У меня еще есть парочка очень важных тем. Вот хочу все это успеть с вами обсудить. Времени не так много, тем не менее. На днях вышло расследование, подробное расследование медиапроекта «Досье» о секретных детях Путина. Речь идет о сыновьях, его сыновьях с Кабаевой. Старшего зовут Владимир, младшего зовут... Нет, старшего зовут Иван. Иван. Младшего зовут Владимир. Они живут на Валдае. Но ведь первым-то эту информацию, Марк, озвучили вы, давая, кстати, интервью Дмитрию Гордону. Да. И более того, вы ведь не только рассказали об этом и о подробностях дали, очень интересно. Кстати, друзья, кому будет интересно, после нашего с Марком эфира, вы можете просто прогуглить и в Ютубе найти это интервью. Вы ведь там рассказали, что старшего сына Путин готовит себе в преемники. Что вы можете, вот когда вы прочитали расследование досье, и учитывая ту информацию, которую вы владеете, что вы можете об этом сказать? Смотрите, еще до всего, до озвученной версии полгода назад, мне писали люди из Лугана, по-моему. Из Лугана, который работает в клинике, где рожала Кабаева. У меня эти письма есть, ну, я не могу их фамилию озвучить. Это медики, страховщики, которые, говорю, мы ее здесь видели, она здесь рожала. Рожала детей. И не секрет, что это были дети Путина, тут крутились там и ковальчуки, и ФСОшники, так сказать. Это ни для кого не было секретом для врачей, которые принимали роды мальчиков от Кабаева. Поэтому информация о том, что дети там есть, и что это сыновья, и что они родились в Швейцарии, как бы, в общем, она фигурировала. Все знали, что у Кабаева трое детей, и поэтому, ну, как бы, тайны полишинели такие, знаете. Ну, более-менее все об этом знают. И, кстати, буквально, в каком? В этом году исполнилось 40 лет, по-моему. 40 лет Кабаева исполнилось. Вот. Сама по себе информация о наличии детей у Путина и Кабаева не являлась никогда секретом. Вот я об этом хочу сказать. Да, важны детали. Хорошо, Иван, Владимир, значит, дети. Ну, вот расследование досье говорит о том, что они на Валдае. Я такой информации не обладаю, но, скорее всего, это так. Почему? Потому что вряд ли они за границей. Вот я о чем хочу сказать. Ну, а на Валдае или в Бочаровом ручье, ну, честно говоря, разница какая. Ну, переезжают с одного места на другое. Может, на Валдае, может, в Сочи, может быть, в Подмосковье. Неизвестно, да? Ну, это для меня не очень принципиально. Ну, наверное, так оно и есть. Я просто не знаю. А вопрос самый главный ведь в другом. Действительно ли Путин видит своих отпрысков преемниками, которых он собирается надать? А вот тут я считаю, что я могу определенно свидетельствовать о том, что он именно так и считает, он этого именно хочет. Меня, кстати, клевали. Я вот первым озвучил версию еще до и после, потом озвучивал Ивана и Владимира его сыновей, что Путин строит, точнее, изменяет нынешнюю тоталитарную модель управления России в сторону династической. Он ее меняет резко. Почему? А потому что спустя 25 лет он понимает, уйти нельзя, передавать власть придется, слабеть придется физически, и нужно в этот период не опростоволоситься, что называется, не передать тому власть, кто у тебя ее окончательно отнимет, а с тобой еще и расправится. Ну, не повторить даже в лайк-режиме опыта Назарбаева, который передал Такаеву, а не своей дочери Дориге. И, в общем, сейчас бы вот изменить ситуацию, он бы назначил Такаева, вот простой лакмус. Ну, понимаете? И такое мы видим повсеместно. Повсеместно. При жизни не успевают все это сделать, а потом каются. Что же мы наделали? То же самое в Узбекистане было, в Туркменистане, когда пришел стоматолог, а теперь Губангулы, Бердаму Хамедов. Оставил своего сына, сейчас сын. Бердаму Хамедов, видите, как все? Ну, понятно, что такие же режимы, что в Азербайджане. У Гейдара Алиева сын является президентом. То же самое пытается делать Лукашенко со своим Коленькой. А почему Путин-то это не делает? Я все время задаю вопрос. И мне все время возражали. Говорили, ну, там дочери, там еще чего-то. Да и не принято так в России. Ну, раньше не было принято, да. Но он выводы же сделал, Путин, правильно? Выводы сделал. По миру мыкают, что дети Сталина, что дети Хрущева, Брежнева, отчасти Андропова, Горбачева, так сяк. Благополучные ельцинские дети. С австрийским гражданством Таня Валя и все эти отпрыски. Боря, его внук в Америке, живет, плейбоем работает. Понимаете? Ну, как бы, я думаю, что логика у Путина именно такая. Оставить в качестве преемника, оставить в качестве преемника кого-то из своих детей. Другое дело всех смущает. Ну, хорошо, а там старшему 9 лет. Это же получается, ну, по меньшей мере, надо лет 25-30 ждать, чтобы Путин намеревается жить там до 100 лет, что ли, и находиться у власти. А мы не знаем этого. Какая у него схема в голове? А может он Дюмина поженит на своей дочери, да, и сделает его преемником в качестве регента над маленьким сыном? Может быть так? Я не знаю. Я не знаю. Но то, что он заводит всех своих родственников во власть, ну, вот Цивилева, его племянница замминистра обороны, статус-секретарь, по-моему, да? Там ее муж Цивилев, министр, дети Ковальчука, один счетный полотенец, сын Патрушева, вице-премьер. Это что? Я задаю вопрос, это что? Это сословная, династическая система, тоталитарная система, которая, в общем, рассчитывает сохранять власть в руках нескольких семей из окружения Путина и самого Путина. Ну, Путина не одна семья, а еще тоже семьи. Марк, по поводу переговоров возможных и окончания возможного окончания войны в этом году. Вот Владимир Зеленский сделал заявление на открытии Рамштайна о том, что этой осенью надо закончить войну. Вот Шольц заявил, что надо очень часто интенсивировать дискуссии там и сделать так, чтобы Россия была осенью на саммите мира. Алиев сказал, что вот, мол, мы готовы участвовать, чтобы стать площадкой для переговоров. Тут руководитель Австрии то же самое сказал, что Австрия готова. То есть все как-то на этой теме все больше и больше. Скажите, есть ли у вас какая-то инсайдерская информация? Что происходит в этом треке? Ну, мое глубокое убеждение, там разные-разными руководствуют соображения. Я не вижу перспективы начала переговоров и окончания войны в этом году. Ну, как минимум до ноября, пока не пройдут выборы, потому что, ну, слушайте, это совершенно принципиально разные развилки, так сказать, в сторону Трампа или в сторону Харриса. Но это вообще ни одно и то же. Вот ни разу ни одно и то же. Пока этот вопрос не разрешится в Соединенных Штатах, но говорить о каких-то там предпосылках для того, чтобы Москва приняла участие в формате по формуле мира, в Свейцарском, который прошел под Люцерном в конце июня. Или, так сказать, в Катаре якобы начинались переговоры между Украиной, при посредничестве США и, возможно, частично Китая, мы не знаем роли Китая, между Россией и Украиной. Другие интересные, челночные визиты Орбана туда-сюда. Ну, понимаете как, слишком много составляющих, которые дают неопределенность. Я пока предпосылок не вижу. Во-первых, и Москва сама не выразила ясного, понятного запроса на то, чтобы в этих переговорах принять участие без тех предварительных условий, которые Путин обозначил. Три условия перед швейцарским страном. Внеблоковый статус Украины, то есть запрет на вступление в НАТО, что является противоречием Конституции самой Украины. Это отмена всех санкций. С чего бы третьи страны вводили, почему это он вводит такое условие, предлагает его, что коллективно должны решать, а какая-то страна не хочет снимать танцы. И третье, это по отношению к самой Украине, она должна вывести свои же войска, своей же территории до административных границ четырех областей. Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской. Ну, это что? А сейчас, наверное, и четвертые условия возникли. А вы еще из Курска уберите войска. Ну, наверное, так он хочет. Ну, как я это понимаю. Или как? Или он согласен, что часть Курской области все равно будет оставаться под контролем вооруженных сил Украины. Ну, то есть, понимаете, ситуация такая, я считаю, что слишком много неопределенности для того, чтобы таким переговором начаться. Тайные консультации наверняка идут между Вашингтоном и Москвой, между Пекином и Вашингтоном. Они идут. Но вот переговоры – это процесс, который публичный и который, начавшись, требует финала, какого-то окончания вменяемого. И я вот для него предпосылок не вижу, потому что о стартовых условиях никто не договорился. Марк, на финале лирический вопрос. Недавно Служба безопасности Украины вышла с заявлением о том, что они задержали группу агентов, элитных агентов ФСБ, которые готовили убийство Дмитрия Гордона. Скажите, когда вы новость это увидели, что вы подумали? Вы знаете, я не удивился. Вот я как бы не испытал никакого по этому поводу чего-то удивления или чего-то такого. Ну, а почему нет-то? Мы такое видели. Мы такое видели. Попытки дестабилизации или наоборот какого-то, так сказать, внесения сумятят и мишени выбирать совершенно произвольно. Произвольно. Может быть, это какая-то попытка ответа за какие-то удары со стороны спецслужб Украины по пропагандистам, такие же были. Кому-то там голова оторвалась, вы помните. Кого-то еще что-нибудь взорвали, того же Прилепина. Может быть, они так как-то хотели. Мне сложно гадать. Для этого должны СБУ, там другие ведомства, какую-то публичную информацию дать, раз они этих людей задержали, значит, какая-то информация-то есть. Гадать сложно. Но логика понятна. Почему нет? Логика понятна. Они всех, кого могут, хотят убить. Или не могут, но тоже хотят убить. И с этой точки зрения, ну как, Дмитрий Гордон, иноагент почему-то, будучи гражданином Украины, он осужден, насколько он осужден, на 14 лет? На 14 лет. А, на 14 лет. Причем у него статья, по-моему, не 207.3, у него, по-моему, оправдание терроризма, или я вот не помню какая-то. Там призывы убить Путина и Лукашенко, там агрессивные. А, ну как это, наверное, что-то с терроризмом связано, наверное, 205-е. Я не знаю, надо посмотреть, но сам факт, ну неважно. Они еще 10 статей навалят, да, не в этом вопросе. Мне тоже его на 11 лет выдали. Я к тому, что, ну как бы для них мотив прямой. Он уголовник, он нас убить хотел. Знаешь, мы его хотим убить. Они его считают иногенным, то есть открытым своим врагом они его считают. Врагом. Прямым. И логика совершенно понятна.